Следующий аят Баракалуфикум, который упомянул шейх, также аят из сура Алянфаль, слова Господа Субханалу Та'ля. Я юннабию хазбук Аллаху манит табаакамин аль муминин. О пророк, тебе и твоим верующим последователям довольна Аллаха. Тебе и тем, кто за тобой последовал, довольна Аллаха. Шейх говорит, растолкуй этот аят, и расскажи, почему этот аят был приведен в этой главе, в главе об уповании. Всевышний Аллах обращается к своему посланнику Мухаммаду, сказав, Аллаху кафи, к тебе достаточно Аллаха. И достаточно Аллаха верующим, которые последовали за тобой. Ни ты, ни верующие, при наличии Господа Субханалталия не нуждайтесь в ком-то еще. Не нуждайтесь в ком-то еще. Муна саббат аль айти лильбаб В соответствии это аят этой главе. И аннаху изакан Аллаху аль кафи Если Всевышнего Аллаха достаточно ли Абди и своему рабу, ваджибан ля я таваккаля и ля алей Является обязательным рабу уповать только на одного Господа Субханалталия. Поэтому этот аят, говорят ученые, является доводом на то, что уповать следует только на одного Господа Субханалталия. Давайте, братья, подробно разберем этот аят. Почему? Потому что некоторые ему фасеры неправильно его растолковали. Аллах Субханалтагет, Смотрите, хасб, Аллах, да мир ка, правильно? Хасб, это что у тебя, барак Аллауфикум, является муптадой. Аллаху, ляфзу джаляль, является кем? Хабаром. Ка является чем у тебя? Как мудафу нылей, но смысл его как мафулю бий. Правильно или нет? О, пророк, тебе и твоим верующим последователям довольны или достаточно Аллаха. И вот, барак Аллауфикум, некоторые люди ему фасеры сказали, что смысл это такой. О, пророк, тебе довольно достаточно Аллаха. И тебе достаточно верующих, которые за тобой последовательны. Другие же сказали, о, пророк, тебе и верующим, которые последовали за тобой, довольно достаточно Аллах. То есть, если со стороны языка посмотреть, можно прочитать аят, как этот афсир сделали. Первая группа. И, допустим, в некоторых книгах по Иарабу-ль-Куран, есть книги Иарабу-ль-Куран, грамматический разбор Курана, именно так разбирается этот аят. Они говорят, барак Аллауфикум, ва ман, ва ман является ма'туфом, на что? На дамир. Является, нет, это второе. Первые говорят, ман является ма'туфом, на что? На ляфзу-джаляля, на слово Аллах. Ну, это для тех, кто знает грамматику арабского языка. То есть, правильный смысл, что Аллаха достаточно для пророка, салаллаху алейсалям. И достаточно Аллаха для верующих, как помощника. И это правильный афсир, однозначно, иншаллаху аль. Как на это указывают другие аяты Всевышнего Господа, субхану аль. Всевышний Аллах, субхану аль, говорит в Коране, «И если они захотят поступить с тобой вероломно, то тебе достаточно Аллаха». Он тот, кто поддержал тебя своей помощью и помощью верующих. Смотрите. В этом аяте Всевышний Аллах, субхану аль, четко и ясно сказал, что «хазбук Аллах», то есть тебе, пророку, достаточно Аллаха. Что же касается, братья, качества таид поддержки, то Аллах сказал, что он поддержал пророка, салаллаху алейсалям, оказав ему помощь, и затем упомянул, что подчинил верующих пророку, салаллаху алейсалям, чтобы они поддержали пророка. И в этом указание, братья, на то, что достаточностью, «хазбук Аллах» описывается только один Всевышний Аллах, субхану аль. Также в другом аяте Всевышний Аллах, субхану аль, описал верующих, то, что они сказали, «Ва калю хазбун Аллах, саютин Аллаху мин фадлихи ва-расуле», они сказали верующие, «Нам достаточно Аллаха, и Аллах нас одарит милостью, и также его посланник нас одарит». Когда было упомянуто достаточно, то после нее было упомянуто только Аллах. То есть они не сказали, «Калю хазбун Аллаху ва-расуле», «Саютин Аллаху ва-расуле», а сказали, как «хазбун Аллаху», «Нам достаточно Аллаха». Что же касается подачи и та, то Аллах дает из своей милости, и посланник дает что-то при жизни, то есть делится знанием, делится добром каким-то, делится своим имуществом. Как сказал Всевышний Аллах в другом аяте, «Ва ма атаку муру-расулю фахузу», то, что вам дал посланник, берите. «Ва ма атаку мангу фантагу», то, что он вам запретил, сторонитесь. То есть пророк, салаллаху аль, салям, реально дает. И дает так, но дает так, как подобает его человеческой сущности. И понятное дело, даже в вопросе человеческой сущности, как подобает его пророческим нравам, о которой сказал Всевышний Аллах, «Ва инна каля аля хулик мин азим», «Поистине ты на великих нравах». Что же касается «хазба» достаточно, то Аллах не сказал «хазбун Аллаху», а Расуле сказал, «Как достаточно нам Аллаха, Его посланника так не сказал о верующих, а сказал, что «хазбун Аллах». «Саютин Аллаху мин фадли у Расуле». Нам достаточно Аллах, и Аллах одарит нас своей милостью, и также Его послание. И все мусульмане тоже говорят, «Барак луфикум хазбун Аллаху, а ниам аль вакиль». То есть нам достаточно Аллаха, и Он лучше, кому можно что-то доверить. И никто не говорит «хазбун Аллаху, а Расулю». Правильно? Аллах же нас этому не научил, Его посланник, не научил нас говорить «хазбун Аллаху, аль муминун». Нам достаточно Аллах, и достаточно верующих. Этому не научи. А Он научил нас «хазбун Аллаху, а ниам аль вакиль». Говорят, только «хазбун Аллаху не предает Аллаху, а товарищи в этих словах». Все это указывает, братья, на то, что «хазбам» достаточность дозвольно описывать только одного Всевышнего Аллаха. Только одного Всевышнего Аллаха. И, соответственно, в этом аяте говорить о том, что под этим аятом подразумевается «О, пророк, тебе достаточно Аллаха и достаточно верующих» является ошибочным тафсиром. Является ошибочным тафсиром. Бааракаллауфикум. Это что касается этого аята. Да, Маатув, Бааракаллауфикум. Получается, да. Маатув, он начнет над мир к «хазбука анта в хазбука альму-менина». Хазбука альму-менина. Бааракаллауфикум. Аллаху аля. «Вама арсална мин каблика илля ридалан нюхи илляйхим, фасалу ахлядзикри ин кунтум ла тааламун билбайнати والзубур «вам, илляхи 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 илляхи» «вам, илляхи 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 ил